Большинство программ образовательных или бизнес-программ, неважно, они обещают людям успех по завершении, не объясняя, что такое успех, а что такое успех для вас. Успех — это субъективно воспринимаемый результат какого-то события, процесса, проекта по своим критериям. И в этом смысле успешным может быть человек, который все время сидит на диване, ну потому что у него цель такая, и он ее хорошо достигает. И неуспешным может быть человек, который занял не первое, а второе место на Олимпийских играх, например, потому что он не достиг предельных, ну или точных результатов, точных целей, которые он себе поставил. Поэтому успех — это не всегда рост. Для того, чтобы был рост, нужна цель, нужно осознание этой цели и понимание, что она для тебя важна. Насколько можно научиться лидерству? Или это талант такой же, как талант к музыке, к предпринимательству? Anybody can be a leader. In fact, everybody, hopefully, is a leader. Because if you're not leading yourself, who is, yeah? And so it's not about a hierarchical position, it's about how do I lead myself on a daily basis, yeah? And the more aligned and in-tuned and grounded I am, the better I can lead others and influence others and support others, yeah? And so it starts with me. Change starts with me. Все-таки при поступлении человека вы можете обратить внимание и сказать, ну, наверное, из него можно сделать большого лидера или требуется большая работа? Или это не видно? Да, да, да. И помоги, как и так, да, да. И я надеюсь, что об этом направлении. Я уверенна, что стараюсь, как и все-таки, как и все-таки, как и все-таки, как и все-таки. Большой-то лидеры или глухая. Есть две концепции разные, что сюда должны приходить люди, удовлетворенные и находящиеся в гармонии с собой, и тогда на вот эту гармоничную почву очень хорошо ляжет материал о переменах. Либо вторые считают, что должны сюда приходить люди, недовольные с собой, неудовлетворенные, у них есть некий жар перемен, и тогда вот это как раз будет то, что им нужно. Должны приходить и те, и другие. Во-первых, diversity группы, то есть разнообразие группы всегда обогащает людей. Хотя инстинктивно мы стремимся к себе подобным, но нужно включать мозг и понимать, что необычные группы по составу, возрасту, отличные от нас по полу, дают нам очень часто гораздо больше информации, неожиданной, чем мы получаем из гомогенной группы, с которой мы обычно общаемся. Это первый момент. Второй момент. Очень часто мы как лук или как матрешка, у нас очень много слоев, и мы можем считать себя вполне удовлетворенными жизнью, но когда ты начинаешь разговаривать с коллегой или, например, с коучем, как мы разговаривали со Сьюзан, ты начинаешь отшелушивать эти вещи и вдруг понимаешь, что у тебя на третьем или на четвертом уровне огромный страх, огромный консерн, который ты изо всех сил подавляешь, потому что он мешает тебе хорошо выглядеть, потому что он мешает высоко оценивать себя. Потому что если ты начнешь им заниматься, ты можешь испортить свои отношения с коллегами или с близким человеком. Поэтому это как раз способ безболезненно в закрытой аудитории поразбираться в себе и вообще обнаружить эти вещи. Я не раз сталкивался в средствах массовой информации с цитатами, что ни Цукерберг, ни Брин, ни Илон Маск никогда бы не достигли успеха в России, что их лидерская модель, их лидерская матрица, она была, реализовалась только в Соединенных Штатах и что был у нас такой Павел Дуров и тот теперь не с нами. Каких лидеров готовят программу «Лифт»? Каких лидеров? Для мира или для России? Для определенных видов деятельности среда в России менее благоприятна, чем за рубежом. То есть можно в Пскове попытаться выращивать бананы, но скорее всего не очень получится и не за отсутствие лидерских качеств у псковских людей. Есть огромное количество примеров, когда в России лидеры делали невероятные вещи. Мы забываем о наших достижениях в космосе, в ядерных технологиях, где действительно мы были пионерами и за всем этим лидеры стоят. Вопрос, эти лидеры, которые двигали нашу ядерную и космическую промышленность, они в Америке смогли бы стать такими же лидерами? Думаю, думаю. Или это просто разные качества лидеров нужны здесь и там? Мы точно это не проверим никак, но я бы предположил, что скорее да, потому что здесь должно быть лидерство и еще знание местной среды, контекста. Были лидеры, которые начинали в России, например, Сикорский, человек, который зарождал авиацию в России, а потом в Америке возглавил и создал вообще целое направление вертолетостроения, очень-очень успешный. Я недавно узнал, что знаменитую американскую песню «Джингл Белл, Джингл Белл» написал человек, который родился и вырос в Тюмени. Знаете об этом, нет? Я теперь слушаю с другим настроением эту песню. В смысле, оно бортится, да? Вижу, вижу, да. Не пятая авиню в Нью-Йорке осенью, а заснеженную Тюмень. И мне приятно от этого становится. Наши лидеры вынуждены работать, возможно, в существенно более тяжелой среде. Она менее прогнозируемая. Здесь больше игры без правил. И те, кто выживает в этой среде, они действительно являются лидерами. Не факт, что эти лидеры, будучи пересажены в более рафинированную среду, в более предсказуемую, будут такими же успешными, потому что там нужны другие качества. Но это не умаляет их лидерских качеств. Лифт — это больше про узнать или то о том, как применять? Более осенью. Продолжение следует. Мы должны испытывать что-то, reflect на это, и потом узнать это, и потом попробовать, и потом попробовать, и потом попробовать. И мы не можем видеть себя. Поэтому мы нужны другие люди для того, чтобы сделать это. Это почему мы должны быть в спортсмене, в спортсмене. И в театре, у нас есть директор. Поэтому есть всегда кто-то смотрит и скажет, что-то, 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 это полностью, чтобы это сделать, чтобы получить лучшуюie авторию. Россия поддерживает видением, все поддерживают, 想лением, приобретением, приобретением. И тут, мы ближе, мы происходим. Укомпетенциยм, это которая отрелика, что мы не знаем, и мы не знаем. Укомпетенциям, то есть мы неслимой, мы фирмотенциям перед trusteesем, то есть мы строим это, что мы делаем, это, Мне очень нравятся фразы, которые отражают эту тему, о которой говорила Сьюзан. Знание совершенно не равно поведению. Мы очень многие вещи знаем, но это никак не влияет на наше поведение. И продолжение этой мысли – знать не значит уметь, уметь не значит делать. Мы очень часто не делаем не потому, что не знаем или не умеем, потому что у нас нет цели, потому что мы не видим ценности, а не потому, что мы не можем себя заставить. Значит, цель гораздо меньше, чем другая цель, которая заставляет нас оставаться консервативными.